Здравствуй, дорогая семья Света! Предоставляю вашему вниманию обещанный ролик. Называется наша тема «Эволюция физической формы и вознесения в сознании». Я все больше и больше убеждаюсь в том, что нам не хватает вот таких емких обзорных лекций или тем обзорных. Почему? Потому что настолько сейчас много вот этих вот потоков, вот этих недовольств, вот этих вот колебаний, вот этих вот, знаете, вот как в боксе удар в одну сторону, удар с другой стороны. Все это на больших скоростях. И ты действительно не успеваешь приводить себя в какую-то гармоническую составляющую. Слишком много всего сейчас. И вот когда идет обзорная тема, тогда все как-то раз и вот как-то выровнялось, как-то правильно легло, правильно как-то воспринято. Поэтому если что-то происходит в наших жизнях, в наших взаимодействиях, это не всегда какая-то вина или какое-то неправильное ваше действие. Это просто силы, понимаете, потоки, силы, энергии. Когда мы говорим с вами о том, что многоуровневые изменения, то мы еще даже, поверьте, не до конца понимаем, что это такое. И поверьте все, эта тема как-то очень хорошо разъясняет все недопонимания или все сдвиги в какую-то сторону. Тогда, когда нужен возврат к собственному естеству. Приступаем. Эволюция физической формы и вознесение в сознании. Архангел Михаил через Рону Герман. Дорогие мастера, коллективное сознание человечества стремится осознать экстремальную дуальность, пропитавшую Землю. Каждый человек на определенном уровне сражается за достижение большего самосознания, охватывая свою и светлую, и темную сторону, пытаясь вернуться к принятому диапазону дуальности и полярности. Каждый из вас должен увидеть и признать свою темную сторону, своих внутренних символических демонов, так, чтобы они могли принять свет преображения. Человеческие страдания – это результат жестких убеждений, чувства превосходства и осуждения других, что ведет к разделению. А не к единству и терпимости к противоположным точкам зрения. Можете ли вы допустить, что ваши негативные мысли-формы также ищут освобождение? Они выходят на поверхность вашего сознания в поиске света и истины, так же, как и вы? Вы должны взять на себя ответственность за то, что вы создаете каждую минуту. Негативные мысли и действия ведут к искаженным созданиям и хаосу. Вам важно понять, что с начала вашего земного воплощения ваш физический сосуд был закодирован на возвращение к более высоким вибрациям, более разряженным сферам света. Кроме того, поскольку человечество развивается, растет в мудрости и больше узнает о науке и путях вознесения за прошлое несколько сотен лет, в этот процесс можно было внести много корректировок. И некоторые начальные процедуры вознесения ушли в прошлое, а другие, более продвинутые, были добавлены. В прошлом вознесении было возможно только для немногих избранных. Только те, кто пребывал на землю, чтобы быть примером и указателем пути, кто был духовно развит, имел доступ к внутренним святилищам школ мистерий. Тайная доктрина давалась только тем, кого считали наиболее сильными и преданными учениками. Уроки, испытания и проблемы были тяжелыми, и многие погибали во время процесса или не достигли своей цели за многие жизни. Теперь это изменилось, поскольку время для вознесения Земли и человечества на следующий уровень понимания поджимает. И тем, кто стремится к изменениям и испытаниям вознесения, предлагается божественное руководство и оказывается большая помощь. Мы объясняли, что каждой душе перед воплощением физический сосуд дается порция адамантовых частиц жизни для личного использования на протяжении всей жизни. Если они используются с намерением любви для наивысшего блага, то поток полного спектра света не иссякает на протяжении всей жизни. Однако, когда человек недружелюбен, полон негатива и озлобленности, доступ к священному сердцу и божественным частицам жизни закрывается. После этого человек может получать доступ только к половине спектра света при субстанции основной жизненной силы, которая может быть переквалифицирована и используется в положительном или отрицательном ключе. Помните, жирный текст, адамантовые частицы света Создателя можно активировать и использовать только с намерением любви для наивысшего блага. Сердечный центр маленького ребенка широко открыт, и божественные частицы текут свободно и беспрепятственно. Однако, как долго сердце ребенка остается открытым, зависит от любви и заботы, которую он получает от своих родителей и окружающих его людей. Многие дорогие души закрыли свое сердце защитным эфирным щитом, чтобы боль и страдания сильно не затрагивали их. Тем самым они закрыли вход в свое внутреннее святилище, где хранятся божественные частицы творения. Наряду с частью адамантовых частиц, помещенных в священном сердечном центре каждого человека, меньшая порция имеется также в каждой основной чакре физического тела. Наибольшая их часть находится в корневой чакре, которую в древности называли кундалини, свернутой огненной змеей или священным огнем. В настоящее время происходит ускоренная планетарная инициация, и она затрагивает все на земном плане, особенно разумных существ. Наблюдается страх и беспокойство, поскольку коллективное сознание человечества подвергается резким изменениям, происходящим при завершении одной эпохи и начале более передовой, другой. Особенно, когда большая часть того, что считалось очень важным, на земном плане постепенно меняется или исчезает вовсе. Происходящие резкие эволюционные изменения не будут затрагивать вас, если ваша энергетическая подпись имеет более высокую, более сбалансированную чистоту. Те, кто научился оставаться сосредоточенным на своем священном сердце, испытывают большое ожидание и волнение. У каждого из вас имеется много вероятностей будущего, и важно, чтобы вы остались сосредоточены в точке тишины в настоящий момент. Вы можете иногда менять курс, поскольку вы постепенно движетесь в текучесть высших измерений. Однако, если вы позволите своему священному сердцу и Высшему Я освещать путь, вас невозможно будет ввести в заблуждение. Линии времени будущего ведут к более высокой и стабильной земле. Дальше от несбалансированного спектра дуальности и искаженной реальности разделения. Вы находитесь в процессе объединения своих множественных фрагментов, созданных вами во время физического воплощения, готовясь к воссоединению со многими аспектами своей семьи души и на Земле, и во многих измерениях по всей Солнечной системе и галактике. И в конечном итоге во всей этой субвселенной и за ее пределами. Должно произойти воссоединение со своим Я и возвращение в свой центр силы, обитающий внутри вашего священного сердца. И как только вы соединитесь со своей сверхдушой, высшим Я, и начнете процесс воссоединения со всеми аспектами своего божественного Я, Я есть присутствие. Стремление к воссоединению станет силой притяжения, от которой невозможно будет отказаться. Ваша душа, состоящая из сущности Создателя, является вашим сознательным руководителем и партнером, пока вы находитесь в физическом сосуде. Долгое время душа только слабо шептала большинству людей, поскольку личность эго-желания была очень сильна и доминировала внутри. Инициация начинается, когда вы постепенно прокладываете душе путь, чтобы она заняла надлежащее ей место, как руководитель вашей жизни и в конечном итоге позвольте Высшему Я взять на себя ответственность за ваше возвращение в сферы света. Постепенно колонна света, которая содержит вашу линию жизни, начинает расширяться, пока в конечном счете не увеличится до макушки головы. Когда вы вступаете в поток Божественного Я есть присутствие, частицы Творца, любви жизни, начинают струиться в вас и от вас. Это поразительный светящийся священный огонь. Если он заряжен светом любви и используется для наивысшего блага, открывает вам доступ к вашим сокровищам, сохраненным на небесах, неограниченному источнику света Создателя. Река жизни имеет множество потоков во всей субвселенной, и многие из вас, прикасаясь к своему священному разуму и учась оставаться сосредоточенными на своем священном сердце, становятся проводниками адамантовых частиц сознания Творца. Во-первых, вы должны настроить шишковидную железу и гипофиз на свое высшее Я. Это начинает процесс растворения мембран света, которые охраняют священный разум. Ваш священный разум создает связь с вашим священным сердцем. И как только активизированные адамантовые частицы Божественного сознания начинают струиться из священного сердца к священному разуму, ускоряется процесс просветления. Свет Создателя поступает через коронную чакру и попадает в шишковидную железу, что повышает клеточное сознание, поскольку активизирует гипофиз и гипоталамус и направляется через структуру мозга в ваш священный разум. Далее он опускается в священное сердце, где частицы Света Создателя активируются вашим намерением любви. Эти активированные Божественные частицы Света теперь готовы помочь вам в создании всего, что вы хотите, если ваше намерение направлено на наивысшее благо. Голос вашего Высшего Я становится более ясным и подталкивает ваше священное сердце, и интуиция усиливается. Что же такое интуиция? Интуиция – это способ сразу понимать концепции или определенную информацию без сознательного рассуждения. Ваше Высшее Я говорит с вами посредством интуиции и в конечном итоге очищает путь к вашему Божественному Я. И мудрости, сохраненной в космических записях, ваша интуиция также подает сигналы посредством чувства правоты и истинности или чувства страха или дискомфорта, когда что-то неправильно или не согласовано со Светом Истиной. Вдохновение. Что же такое вдохновение? Вдохновение – это процесс или чувство воодушевления, например, при внезапной, своевременной или неожиданной идее, появившейся в Вашем уме, о которой Вы не знали раньше. Челенинги – это или сообщения Ваших ангельских руководителей и учителей часто приводят к вдохновленным концепциям или пониманию того, что находились за пределами Ваших знаний. Вначале интуиция подтверждается разумом, а потом сердцем, тогда как вдохновение вначале подтверждается сердцем, а уж потом рассуждением ума. Ваше восприятие времени и пространства быстро меняется, поскольку Вы учитесь больше сосредотачиваться на настоящем моменте вместо того, чтобы колебаться между прошлым и будущим. Чувство разделения, изоляции и осуждения заменяется чувством единого сознания, которое в конечном итоге ведет к чувству единства со всем мирозданием. Поскольку время ускоряется, и частоты Божественного Света становятся более мощными и более напористыми, важно, чтобы Вы размышляли над происходящим, над проблемами, с которыми сталкивались и которые преодолели, над достигнутыми успехами и препятствиями, которые Вам нужно преодолеть в будущем. Поскольку границы Вашей реальности становятся более определенными, и Вы позволяете большей части того, что раньше считали важным, постепенно измениться или исчезнуть в прошлом, Вы должны стать мудрее и проницательнее в своем выборе. И когда Вы цепляетесь за людей или вещи, которые больше не вписываются в Вашу новую реальность, ощущение отсутствия гармонии становится более явным. Заявляя «Да будет воля Твоя!» Позвольте своему Высшему Я повысить Ваши интуитивные способности, которые включают почти мгновенное понимание того, правильный или неправильный выбор Вы совершаете. «Да будет воля Твоя!» И позвольте своему Высшему Я повысить Ваши интуитивные способности. Так Вы сможете быстро исправить любые действия, которые уводят Вас от прямого и узкого пути вознесения. Вы, как преданные последователи света, должны всегда следить за своими мыслями и действиями, чтобы убедиться, что Вы всегда соответствуете своему новому, усовершенствованному, божественному проекту. Как хранители света Вы имеете способность преодолевать или нейтрализовать негативные мыслеформы многих тысяч людей, которые все еще действуют в ограничениях иллюзии третьего и нижнего четвертого измерений. Вы создаете твердый фундамент для будущего всего человечества. Ваша внутренняя сила и мудрость помогут Вам, если Вы будете оставаться сосредоточенными внутри своего священного сердца, поскольку Вы самосовершенствуетесь и становитесь конвейером совершенных частиц божественного сознания. Верите Вы или нет? Была некоторая польза в отсутствии основной части Ваших способностей в прошлом. Мы говорили Вам, что красный цвет, экзотерический цвет или цвет физического плана первого луча божественной воли и могущества был в основном изъят после того, как Земля и человечество погрузились в плотность третьего и нижнего четвертого измерения. Это было сделано для того, чтобы человечество не разрушило себя во время эпохи крайней дуальности. Этот период стремительно подходит к концу, поскольку человечество пробуждается и возвращает себе способность интегрировать больше духовного света. Поскольку Вы переходите в верхнее четвертое и нижнее пятое измерения, Ваше человеческое тело становится более сияющим, поскольку существо света Создателя начинает светиться изнутри. Помните, что Вы родились в сердечном центре Высшего Создателя как сознательное существо семенного атома белого пламени, то есть Вы созданы по образу и подобию Бога. Свет Создателя содержит энергию, разум и все необходимое для создания бесконечных миров, чтобы выполнить Божественный план Мироздания. Вам дана возможность стать сотворцом высшего порядка. Однако Вы должны выйти из-за своей зоны комфорта и восстановить свое неотъемлемое право. Сияйте, мои преданные, и поскольку Ваш круг влияния излучаются все дальше и дальше в мир и однажды произойдет наложение кругов света и Ваше объединенное сияние вспыхнет чистым Божественным светом и окружит мир. Следуйте по пути света, дорогие. Близится время великого воссоединения. Вы горячо любимы!